Зелёные рощи Итак, любимый парк горожан, самый доступный, самый приятный, с самыми разными видами активности. Хочешь с ребёнком, хочешь спортом, хочешь просто в лесу побудь. Ну, главная идея проекта заключается в сохранении существующего парка, улучшении и облагораживании дорожек с возможностью в условиях нашего климата чистки тракторами, проходов, основных проходов транзитных. Я покажу зрителям, можно, да, на что вы показываете ручкой. Это вот, собственно, всем хорошо знакомые зелёные рощи, чтобы проезжали тракторы. Сейчас узко, неудобно чистить, в этом главная претензия. А что ещё там будет улучшено? И, извините за общий вопрос, какова общая идея? Что надо сделать с парком такого? Зачем его реконструировать? Ну, кардинально структура парка не меняется, а улучшается и урегулируется существующая схема дорожек. Добавляется площадка для отдыха с увеличением зон спокойного созерцания природы. Детские площадки. Там особо нового ничего и не требуется, потому что зона тихого отдыха и зона природного парка. Хорошо, если увеличивается какая-то площадка, значит, меньше деревьев. Нет? Нет. Мы тяготение к открытым пространствам, к сложившимся, оставили на месте. То есть, солнечные пятна, которых там маловато ввиду затенённости, оставили детские площадки, оборудовали их новыми деталями, планировочно разграничили по возрастам и по зонам для детей. Ну, вот как раз видно такое солнышко, круг из нескольких зон. Что это за шесть зон? Пять? Пять, прошу прощения. Чисто возрастные. Чтобы были изолированы зоны для детей. От массового скопления более камерная. Мамочки там все ходят с колясками. Это уже известное место. Тихая зона. Ну и добавлены площадки для отдыха в такой же композиции для взрослых людей. Лавочки, скамейки, качели с навесом ввиду наших летних дождей. Ну, защита климата. Спортивная зона дополнена недостающими площадками. Из неё мы тоже не выходим ни в какие части парка. Добавлено вот этот эллипс беговой дорожки. Он тоже независимый от пешеходов, прогулочных зон. И сам себе замкнут. Можно бегать сколько угодно долго. Через весь парк будет такая овальная... Да. Замкнутая дорожка. Трасса для бега и скандинавской ходьбы. С каким-то особым хитрым покрытием или асфальтом? Хитрым. Там песчано-агравийная смесь, кроссовки, чтобы удобно было ходить и бегать. Наличие крадиоцентра тоже нам диктует иметь такие пробеги. Не только для близлежащих горожан, но и для пациентов, прогулочная зона. Так что вот сохранение парка – наша задача. Хорошо. Давайте про задачу. Мы ещё посмотрим небольшой фрагмент интервью. Мы поговорили с Тамарой Благодатковой, председателем Комитета благоустройства Екатеринбурга. Она как заказчик от администрации сказала, почему в Зелёную рощу нужно опять приходить, чего-то делать. Там же не так давно закончили работы, делали освещение. Вот давайте узнаем, что за приоритеты, потом вернёмся сюда и продолжим обсуждение. Полагаю, что проблемы парка Зелёная роща знают все, потому что это очень старая достаточно территория и исторически, и физически для тех деревьев, которые произрастают сегодня в парке. Раньше он был 100% представлен сосной, но сегодня сосна уже только на части территории этого парка. Сохранилась сосна очень старая, как дерево, она тоже в городских условиях начинает болеть. Мы все это замечаем. Сосна всё хуже и хуже себя чувствует в городской среде, потому что пришёл уже предельный возраст, самый биологический возраст этой породы деревьев. Конечно, мы хотели бы, чтобы парк продолжал работать, как территория, покрытая древесными насаждениями. И основная задача заказа, в том числе и проектного решения, конечно, сохранить на территории парка, в первую очередь, сосновые насаждения. Для этого разработчики проектной документации работают со специалистами Уральского лесотехнического университета, для того, чтобы понять, какими способами, какими приёмами восстановить именно сосновое хвойное насаждение в центре города. Естественно, за этот период практически около ста лет существует на этой территории такая большая зелёная зона, где горожане могут отдыхать. За это время произошло много различных событий. Парк в полной мере не ремонтировался. Мы продолжаем. Несколько раз Тамара Благодаткова сказала про то, что сосны там вымирают. Там что-то не то с лесом, и у вас в проекте есть что-то предусмотренное для того, чтобы, не знаю, эти потихонечку вымирают сосны, чтобы новые росли, чтобы они, не знаю, поэтапно росли, сменяли друг друга, а не было так, что целое поколение уходит, и парк лысеет. Да нет, конечно. Это не ваше дело, это лес технический. Это вопрос озеленения, да. Конечно, сохранение соснового бора предусматривается. Это посадка групп деревьев, там, где появляются такие лысые места, и сохранение соснового бора в том виде, в котором он есть. Хорошо. Если про новшество, про детскую площадку вы нам рассказали, вы рассказали про беговую круговую дорожку, что вот здесь под названием пешеходный мостик, это что такое со стороны улицы Шейнгмана будет? Со стороны улицы Шейнгмана есть такой узкий вход в этот парк между застройкой. Это место понижения рельефа и скопления всех вещных вод и инженерных проблем. Там и вырастут, там, с одной стороны заправка, с другой стороны жилой комплекс. Там такие лесенки сейчас. Да. А будет мостик плавный? Будет мостик прямой для прохождения прямо с улицы Шейнгмана в зону парка без пандусов, то есть, как бы, для безбарьерный проход для горожан и проезда велосипедистов тоже. Мы его постарались сделать в архитектуре парковой, лёгкий, освещенный и как бы приглашающий главный вход со стороны Шейнгмана. Четыре основных главных входа, они будут в себе содержать накопительную такую функцию благоустройства, скамеечки, зону отдыха, ну и дальнейшее прохождение в парк. То есть, ты входишь со стороны Шейнгмана, со стороны народной воли, повыше или пониже, или со стороны бывшей больницы скорой помощи и небольшой такой скверик. Хочешь, посиди здесь и уходи, хочешь, заходи дальше в лес. Это будет с клумбочкой такой вот. А зачем? Чтобы меньше людей в парк шло. В этом принцип. Ну, каждая структура парка предполагает национальное зонирование, вестибюльная группа, как входная группа в парк, потом транзит, потом зона отдыха, зона приложения развлечений, можно сказать, спортивных, детских, ну и так погулять. Хорошо, если еще идти по видам активности, извините уж за это словосочетание. Про детей мы поговорили. У детей будет аж из пяти зон, большая детская площадка, разные возраста. Будут развлекаться, как захотят. Будет для бегунов отдельное. И что там еще? В футбол играют. Есть футбольное поле, тренажерчики. И беговые дорожки круговые. И беговые дорожки. Они будут обновляться? Да, несомненно. Резиновое покрытие. Спортивное. Вот этот сейчас состав грязно-песчаный, он уйдет. Будет все, хорошо. Вы это сами все придумывали или вы общались с людьми? Ну там же есть местные сообщества. Прямо в парке есть жилые дома. Фокус-группы были? Чего люди говорят? Проводили соцопрос посетителей. Чего бы они хотели видеть? Процентов 90 все хотят видеть природный парк, зоны тихого отдыха, белки. Никаких аттракционов? Никаких Диснейлендов. Детей подальше? Дети, чтобы были разграничены по возрастам, чтобы тихо было. Ну и вот зоны отдыха в основном. Велодорожки куда-нибудь подальше не хотят отнести, чтобы велосипедисты не мешали всем остальным гуляющим? Куда их денешь? Они часть нашего сообщества, поэтому они параллельно по тротуару спокойно, по своей намеченной дорожке будут ездить. Здесь со стороны Шейнкмана довольно плотная городская застройка сейчас. И понятно, что это в послесоветской власти такой, ну не назвать это захватом, но ползучее наступление на парк произошло. А там нет возможности сделать еще один выход? Калитки существующих. Но они ведут в закрытую территорию жилых комплексов. Ну, я считаю, четыре входа в парк – это много. Это и так уже диагональное пересечение со всех основных пунктов притяжения. С улиц, которые существуют, которые сложились, и горожане, которые ходят на работу, либо в прогулочной такой схеме, они уже знают, куда ходить, и сложившиеся эти дорожки, они достаточно их. Хорошо. А с другой стороны, это получается запад, с западной стороны, там, где находится Новотихвинский монастырь, там сейчас такой глухой строительный забор, при том, что за забором тоже вполне себе приятное место. Можно этот забор сделать каким-то более прозрачным, хотя бы внешне? Ну, пусть он будет металлическим, но не бетонным. Не вносили Вы такое предложение в проект? Вносили. Что Вам сказали? Имея в соседях монастырь, достаточно мощное образование городское, здесь ранее были каменные стены, естественно, по периметру монастыря. Остались только фрагменты около народной воли с башней. И вот в условиях реконструкции парка предлагается восстановить эти стены монастыря. Из речного такого плетника? Ну, хотелось бы. Ну, реально, по границе существующей сейчас парка будет обновлён забор, чтобы эту зону медицинскую из страшного этого сегодняшнего забора вывести. Ну, а там посмотрим, как монастырские дела по спрямлению стен пойдут. А священники что сказали? Да, давайте, восстановим каменный. Да, мы же... С воротами пройти можно будет? К сожалению, в монастырь можно зайти только один раз. У них одни ворота со стороны университетского переулка, и вторых не намечаются. Поэтому зона, ну, такая историка археологических таких, можно сказать, наблюдений мы оставляем на границе с монастырём. Восемнадцатого марта вместе с выборами президента будут рассматриваться четыре проекта благоустройства. Зелёная роща, сквер оперного театра, мы о нём чуть позже поговорим, и ещё два участка набережной реки Исети. Если, предположим, зелёную рощу, те, кто перейдут на выборы, выберут в качестве первоочередного проекта для благоустройства, за сколько ваш проект времени можно будет реализовать? Это год? Ну, имею в виду, что здесь линейный объект, электросвещение объекта, плюс благоустройство, малые формы. Я думаю, конечно, всё реально. Там археологические изыскания необходимо проводить. Ну, не секрет, что это бывшая монастырская территория и, собственно, кладбище. Да. Есть какие-то требования законодательства, которые подразумевают, что нет, нужно эксгумировать, перенести, или просто исследовать, дать историкам поработать? Нет. В этой зоне археологических, палеонтологических и ранее других поселений нет. Кладбище XVIII века – это начало монастыря, это как городское кладбище, оно свою функцию исполнило и сейчас превращается потихоньку в парк. И наши строения не касаются никаких проблемных заглублений. Плиты поверхностные, монолитные, на основании которых будет вот это всё благоустройство выполнено. Мы внутрь не входим в этот мир. Хорошо, хорошо, прах не будете беспокоить. Ещё, если возвращаться к разговору о том заборе, который близко к монастырю, который, собственно, монастырскую территорию ограждает от парка. Там сейчас мало того, что низина, это просто самое злачное место, оно не может не быть злачным местом, если там просто стена. Нет ничего, ходить там неприятно, если кто-то и ходит, то такие социальные элементы. Про дизайн как элемент безопасной среды вы думали? Это такая очень популярная в урбанистике тема. Надо сделать всё так, чтобы не хотелось совершать пакостей. Во-первых, надо, конечно, спрямить эту стену, чтобы не было таких закомаров, заглублений ночных. И видеонаблюдение, плюс охрана парка. А так, чтобы туда перенести, например, тренажёры? Это не рассматривалось? Ну, если там кто-то будет тренироваться, значит, там не будут пиво пить. Ну, это попадает в зону уже жизни монастыря, как бы активной жизни городской, городского шума нашего нежелательно. Поэтому спортивная зона находится за бором, детские площадки, тяготение у них удалено. Ну и монастырь, он имеет свои правила жизни. – Кроме уличной мебели, детские площадки, лавочки, мусорки и всё такое, там ничего другого не будет, никаких скульптур. Наслаждайтесь лесом, правильно? – Да, конечно, это же вот парковые, есть регулярные парки, да, и в них там требуется это всё. А это природный парк, у него другие функции, задачи. – У меня можно маленькое критическое замечание, даже не от меня, от наших зрителей. У нас на той неделе в гостях был Дмитрий Фогель, мы в том числе про «Зелёную рощу» говорили, это главный художник Екатеринбурга, и один из зрителей, который позвонил, сказал, что, слушайте, ну перестаньте в Екатеринбурге делать мусорки рядом с лавочками. Вот я на детской площадке вижу мусорки, стоят на страже лавочек, можно ли с этим что-то сделать? Вот они, красавицы, вот, ну вот, по правде, у каждой лавочки есть по две мусорки. – Это боевой комплект, это во всём мире такой. – Можно с этим как-то побороться, чтобы, если я сижу на лавочке, я не чувствовал запах окурков, не знаю. – Часто убирают, больше никакого нет проблемы. – А почему нельзя в одно место мусорку, ну, дойдёт тот, кто курит или мороженку съел, а другие посидят как-то подальше? – Хотелось бы. – Это что, нормы какие-то вам диктуют? Вы не можете от этого отказаться? – Это практика мировая. То есть человек, который сидит, ему надо что-нибудь поблизости кинуть. Он не встанет и не пойдёт за 20 метров никуда. – Ладно. – То есть это комплект. – Хорошо, но Фогель, кстати, обещал, что подумает над этим, что ему это тоже не нравится. Он на вас может повлиять? – Поговорим. – Хорошо, давайте ещё поговорим про сквер у оперного театра. У вас тоже есть с собой картинки, и мы можем на экране с вами их видеть. Вы, дорогие зрители, тоже их можете видеть. Это тоже один из проектов, который будет представлен 18 марта, одновременно с выборами, когда будет проходить опрос. Что там вы предлагаете? И особенно если учитывать, что этот парк не так давно реконструировался. Там появился фонтан, там появился амфитеатр. Что ещё будет улучшено? – Ротонды появятся ближе к улице Ленина, правильно? – Да. Это звенья одной цепи. В 2012 году был сделан проект и выполнен первый этап – благоустройство между Большим Уралом и дворовым фасадом оперного театра. Площадка, где раньше стояла башня, теперь заполнена фонтаном, амфитеатрами для отдыха. Ну и цветочная такая природа. Освещение не выполнено, не поставлена ротонда около этой зоны и не сделаны входы по улице Красноармейской и Мамино-Сибиряка. Во втором этапе, вот сейчас надо будет закончить общую картинку, главный вход оперного театра, благоустройство, зона, там где львы наши, это зона как туристского сборища, будет ротонда от осадков тоже поставлена. Обновлена балюстрада, пандус для маломобильных и в целом закончится весь проект, надеюсь. Хорошо, но тот же вопрос про дизайн как средство создания безопасной среды. Я вот, может, пессимист, но я что-то себе представляю, что будут ротонды, значит, университеты, которые и так любят туда ходить пиво пить, будут в этих ротондах счастливо пить, курить и плохие надписи делать. Ротонды у нас достаточно открыты, имеют навес, освещение и открытое место стояния. Хорошо видно? Хорошо всё видно. Нет закутка и нет социальной деятельности? Вдолька Красноармейской они пойдут с выходом от фонтана и на площадки для туристов. А здесь тоже Вы, когда проводили соцопрос, что люди говорили, чего они хотят? В этот парк наверняка ходят тоже те, кто там живёт чаще всего. Вот зона для встречи, да, главная, на Ленина. Перед театром. Перед театром. Да, вот необходимо расширить и создать зоны ожидания, потому что то, что сейчас там есть, зона высадки автомобилей, она какая-то такая неуютная. Он пришёл с билетами и ждёт её, и она должна появиться. Поэтому, если мы в структуре города это рассматриваем, пространство между оперным театром и университетом, достаточно большая площадь с акцентом. И вот, когда комплексно это всё делаешь, получаются вот такие вот зоны отдыха, которые необходимо пробить, облагородить, ну, сделать уютно. Вы с работниками офисов, которые вокруг в большом количестве имеются, не разговаривали. Но летом они же наверняка туда ходят в обеденный перерыв, что-нибудь съесть и выпить. Что собирают? Грибы собирают. Грибы собирают. Шампиньоны. Что они говорят? Побольше грибниц, мицелиев? Парковок им надо побольше. Хорошо, их не слушаем. Возможно, профанский опять вопрос. Что меня смущает, как человек, который любит этот сквер и часто туда ходит? Вот здесь у вас красиво нарисовано. У вас не видно, что с этой стороны есть такая огороженная, тоже глухая хозяйственная часть. Там какой-то гараж театра. С театром можно поговорить, чтобы в центре города всё-таки не было гаража, не было, был, может быть, технический заезд, но не было каких-то шлагбаумов и вот этой всей завхозовщины. Поняла. Параллельно вот с нашим проектом, вокруг театра, у них есть территория парка, ой, парка, территория самого театра. Внутренние, вот это вот вы имеете в виду, да? Да, забор с колючей проводой. Хоззона. Да. Ну, они что-то хотят причесать там. Ну, очень много декораций, очень много вещей, а места мало, как обычно в городе. Ну, это вот надо с ними уже разговаривать. Вторая претензия, ну, такое пожелание. Человек, который любит туда ходить. Я не знаю, почему в Екатеринбурге очень любят амфитеатры. Вот около этого фонтана есть амфитеатр. Около театра юного зрителя у нас сейчас есть амфитеатр. Ну, вроде не древние греки. У нас и климат не тот, и как-то общество по-другому устроено. Мы на сходы нашим полисом редко собираемся. Как-то последний раз, и не припомню, когда. Зачем эти амфитеатры? Кто там, кроме скейтбордистов, бывает? Летом жарко, зимой холодно. Концерт не проведёшь. Проблема была с навесами. Если амфитеатр, городить сооружение. Некрасиво. Некрасиво. Это в центре города. Без навеса не функционально. Лёгкий, да, такой парк. То, что там каменные гранитные плиты открыты, это минус, конечно. Но можно, в конце концов, на этом этапе сейчас сделать деревянное сидение, покрыть, чтобы можно было комфортно сидеть. Да, есть такой. На кого это рассчитано? Для кого эти амфитеатры? Мне всегда было интересно. Это зона посидеть, отдыха. Посмотреть на воду струящуюся и шуршающую. Хорошо. Ну, последний вопрос. Давайте про мечты, что ли. Проект прошлого года, наверное, проект десятилетия парковой в нашей стране. Парк Зарядье в Москве. В Екатеринбурге что-то такое же возможно? И как Вы оцениваете Зарядье? Смотрели ли Вы на него? Может, Вы что-то подсмотрели там для вот этих проектов? Мечтаете ли о чем-то таком в Екатеринбурге? И где может находиться уральское Зарядье? Экспорт 25. Только в той зоне виза, где у нас сейчас проектируется комплекс для зданий с выходом на воду, на виз. Центр города, он весь в сетях, весь в застройке. На Москва, она же, вид на Москву реку. У нас сверхоседский... Конечно, там такая панорамная зона со стороны этого парусного-то нашего. Да, со стороны лодочной станции, я Марины нашу. И там закат, и всё прекрасно. То есть вот-вот оно, место. Хорошо, спасибо большое. Наталья Черлова, директор проектного бюро, была у нас в гостях. Рассказала нам про Зелёную рощу, как она изменится, про скверу оперного театра. Ну и мы помечтали немножко об уральском Заряде. Спасибо большое. До встречи. Всю дубру.